Добрый день, здравствуйте, у моего микрофона Владимир Сметанин. Прошу любить и жаловать гостя нашей студии Николай Плюснин, региональный представитель фонда «Наше будущее», консультант инициативного бюджетирования. Николай, добрый день. Добрый день. Приятно, что консультанты такого важного и нужного направления заглядывают в нашу студию все чаще. Нам очень приятно, надеюсь, вам тоже. У вас сегодня дебют такой в общении с тет-а-тет-а-тет-а-тет. Я думаю, что все будет хорошо, все удастся. Очень интересная тема. Я сегодня буду вас просить, разжевывать какие-то элементарные термины, в том числе, что такое есть инициативное бюджетирование, потому что ваши коллеги уже неоднократно произносили это все в нашей студии. Вы сегодня будете тренироваться в том числе. Накануне стало известно о том, что на рабочей группе общественной палаты Кировской области обсуждался проект закона об инициативном бюджетировании. Далее что у нас там? Совет палаты будет региональный. И, дай бог, выход уже на региональный парламент. Давайте поподробнее, о чем идет речь, что законопроект, что законопроект. Этот проект закона появился уже почти полтора года назад. То есть тоже из идеи, вроде бы проекты есть, но непонятно, работают, не работают, как можно изменить отношения и дать некие гарантии и для населения, и для муниципалитетов. В общественной палате появилась идея сделать нечто хорошее и полезное. Потом, раз есть право предлагать законы, давайте сделаем закон. Закон был разработан. Законодательная инициатива, да, есть у нашей региональной. Да. В итоге мы вышли к тому, что проект закона был доработан в прошлом году, в ноябре, к Горжанскому форуму. На Горжанском форуме мы его еще раз обсудили, и вот, ну, тут в силу длинного перерыва, уже говорили в студии, что был перерыв длинный по резолюции, поэтому вот сейчас появилась итоговая резолюция. И все-таки мы решили, что проект закона надо принять итогов. Вчера на рабочей группе еще раз обсудили. Главная тема, главный камень, спорный, который сегодня есть между общественниками, общественной палатой, муниципалами и областью – это та сумма, которую мы включаем в проект закона. Сколько будет ежегодно выделяться, собственно, на все эти дела? Да. Там сегодня прописана сумма 1%. От бюджета? Да, области. То есть получается 400 миллионов. Ну, 300. Поэтому сегодня эта сумма ее выделяется. Но просто когда она и выделяется, и, собственно, об этом был спор главный на гражданском форуме, и вот обсуждение шло именно из-за этого, кто решает, выделять или не выделять. Этого уже на уровне закона и выделить надо, и мы не обсуждаем. Вопрос просто – как правильно выделить, на какие практики, по каким условиям. Включая ППМИ? Да. Включая ППМИ. ППМИ – это одна из практик. У нас сегодня в Кирове есть две. Еще есть народный бюджет. Глядя на другие регионы, на Сахалин, есть интересная практика школьных проектов. Очень интересная практика. Расскажите подробнее. Пока, к сожалению, нет полной информации, потому что мы смотрим, как она идет. То есть там авторы идей, школьники, они могут предлагать любые идеи, которые касаются и территории, и школы, и окружающей. Но, собственно, они идею разрабатывают, они пишут проекты, они их защищают, и для проекта, которые будут выиграны, они получатся в финансировании. То есть, как будет вопрос уже не в деньгах, а вопрос в инициативе школьников и в их востребованности. То есть, идея-то такая воспитательная, да, образовательная, в том числе, чтобы подталкивать как можно раньше заниматься этими вопросами. Ну, почти правильно, вы угадали идею, которую ставит председатель Сахалин. У них идея очень простая. Уезжают люди с Сахалина. Как их оставить на месте? Территория пустеет. Как их оставить на месте? Если мы им сегодня дадим инструменты развития своей территории, у них потом называется программа не поддержки, там, где нет никакого укрепления, а развития территорий. То есть, как мы можем, используя каждого, начиная от школьника до пенсионера, включить в процесс управления и развития своей территории. Поэтому их идея была именно от этого, поэтому появились отдельно школьные проекты. Так, возвращаясь к нашему региону. Вот, поэтому, собственно, у нас сегодня этот вопрос, собственно, мы вчера оставили его, вот этот 1% оставили в проекте закона. Сейчас, да, закон поступает уже на совет, совет должен его передать на пленарное заседание. При хорошем раскладе в июне он попадает в ОЗС. То есть, вряд ли, конечно, мы попадем на июньское заседание, но уже, там, август-сентябрь, уже можно, там, июль. То есть, после каникулы? Ну да, то есть, либо попадаем, да, перед каникулами, либо попадаем сразу после каникулы. А там какие споры были? Еще один процент? Еще какие споры? Ну, все остальное, это уже детали, нюансы. Просто там был вопрос, что это закон про мои или, там, про что-то еще. На сегодня, там, есть именно термины. Что такое инициативное бюджетирование? Что такое проект инициативного бюджетирования? И кто и каким образом выделяет деньги на этот проект? Давайте еще раз потренируемся, озвучим. Давайте. Что же такое инициативное бюджетирование? Что предполагает максимально простым языком? Это возможность населения, жителей какой-либо территории, участвовать в управлении и территорией, и бюджетом напрямую, как бы без депутатов. То есть, они сами решают, на что направить деньги депутатами того органа, который есть, это либо сельская дума, либо районная. Они это утверждают, это решение, переводя сумму бюджета с одной строки на другую. А чиновники просто это решение исполняют. То есть, не спускаются вверху четко, вот делаем то, вот они там решили наверх, вот будем делать это. Нет. Тут могут еще и местные жители участвовать. То есть, именно они предлагают, они дорабатывают эту идею до того, как им это больше понятнее и интереснее. То есть, если мы вспомним любую теорию управления, которая была еще и в СССР, если мы построили новое здание, то к нему не надо делать дорожки, надо дать некоторое время, чтобы люди сами сделали тропинки. Вот тут идея та же самая. Давайте людям покажем, вот туда можно пойти, а как туда пойдете? Вы предложите, это будет правильное решение. Насколько активно обсуждается, по вашим ощущениям, этот вопрос, проект этого закона, заинтересованность участвующих сторон? На тот момент, когда мы выходили в первый раз на сайт палаты, палата вынесла на обсуждение и отправила проект закона по всем мунициальным образованиям Киевской области, получили много отзывов. Были отзывы интересные, были сложные, были негативные, но негативные были только с одной стороны. А в чем негатив? А негатив был только об этом. У нас и так нет денег, какие еще от нас нужны деньги на финансирование? Собственно, когда мы говорили на итоговом обсуждения, оно было большим публичным, мы приехали некоторые главы районов, некоторые главы поселений. А что вы им отвечали? Собственно, мы говорили, что мы хотим вам дать гарантию того, что у вас будут деньги. Будут эти деньги. Да, и вы уже можете планировать свою работу. То есть сегодня у вас их нет, но от вас сегодня и требуется те же самые проценты, которые у вас есть в нашем бюджете. Ваши там 3-5-7 процентов, сколько можете. Слушайте, наверное, многие могут сказать, что не слишком удачное время сейчас для внедрения этой системы, для еще одной строки в бюджете. Собственно, эта строка, она есть. Мы каждый год тратим деньги. Но чуть поменьше сейчас, да? Ну, примерно столько же. То есть 250 миллионов в этом году, по-моему, да? Это на Папу Муни. Плюс 10 миллионов. Да, на народный бюджет. То есть, собственно говоря, давайте допишем 0,8 процентов. 0,8. Собственно, не поменяется ситуация. Если мы возьмем с другой стороны, каждый год наш областной бюджет выделяет на поддержку районов, на московное образование, сильно больше пары миллиардов. Они идут на те же самые проекты, на то же ЖКХ, на те же дороги, на ту же культуру. Те же самые строчки. Поэтому, если мы возьмем практику прошлых лет, просто поанализируем, увидим, куда уходят эти проекты. То есть, условно, сняв миллионов сто с ЖКХ, они попадут туда же. Но это будет сделано не то, что сегодня правильно посчитал чиновник. Он правильно посчитал. Он, скорее всего, не ошибается. Но если у людей весь вариант сделать одно из двух, пусть они это выберут. Это будет и честнее, и интереснее, и полезнее. Я правильно понимаю, что принципиальная полезность этого закона в том, что это даст гарантию, что ежегодно, точно сумма будет предусмотрена в региональной казино. Вот это основное. Именно это и главный спор в законе. То есть, кто решает область на уровне закона о бюджете, то есть депутаты, или на уровне подпрограммы в госпрограмме, то есть чиновники решают, когда им удобнее и как эту программу финансировать. А вот на этом обсуждении, которое было накануне, высказывались какие-то доводы против или все это как-то единогласно уже? Нет, вчера мы уже просто текст закона уже доутвердили, еще раз его пересмотрели, все понятно, позиция палаты не меняется, закон нужен, 1% нужно оставить, а дальше уже будет решать депутаты. Законирование. Законирование. Совет палаты уже известно, когда примерно? Пока нет. Я думаю, что где-то в мае, сейчас не успеет. Если там все удачно получится, и пойдет дело уже в УЗС, кто непосредственно будет там продвигать эту тему? В любом случае, это попадает в комиссии. На рассмотрение комиссии? Если будут привлекать вызывательные рабочие группы, конечно, мы придем, расскажем нашу позицию. А кто непосредственно будет формировать этот законопроект, то есть облачать его в этой рамке законнициативы? Сегодня это полностью все готово. А, это все готово уже? И законопроект. И с точки зрения правовой уже все это все? Да, то есть это законопроект, к нему есть обоснования, есть объяснение. Пояснительные записки. Да, то есть уже полный пакет вчера был утвержден. О как! Ну, приятно слышать, что дело не стоит на месте, двигается, да? Знаете, нам тоже приятно, что мы этот проект с законом пишем. А можно озвучить пофамильно коллег? Чтобы благодарить их потом за это, что они это сделали, что они застолбили строчку, так сказать, в региональном бюджете? Рабочая группа – это люди, которые только работали над текстом, то есть на уровне идеи, да, нас было много. Изначально идея появилась в разговоре между… это был Олег Ткачев… Центр поддержки некоммерческих организаций, ага, и… Ну, кто-то тоже из близких, видимо? Тоже были коллеги… Это было все на посиделках в среду у Песина. А, да, Николай Петин – общественный активист, да, мы знаем, что каждую среду он устраивает встречи неравнодушных, активных жителей города. И потом это перешло уже в рабочую группу, и рабочая группа, да, уже работала. А опыт других регионов, напомните, в этом отношении, где уже есть подобные… Опыт других регионов очень интересный. Первый проект закона, который стал законом очень быстро – это Пермь. И там у них, поскольку они выходили в режим пилота, они написали 0,1%, но у них бюджет отличается… По большому, конечно. …принципиально. У них 0,1 – это, ну, хорошие деньги, у миллионов в порядке около 100 получается. И… 100 миллионов? Да. Всего лишь? Ну, это 0,1% бюджета. А, 0,1 – одна десятая, у нас 1%. Да. То есть, если бы у них 1% был, то это миллиард? Да. Получается. Ну, миллиард в этом году выделяют как раз Сахалин на проект институтного бюджета. А, угу. Ну, всего-навсего миллиард. Ну да, пожалуйста. Да. Еще какие примеры? После нас вышли в проект предприятия закона регионального Московская область. По моим данным, они взяли, ну, как мне сказали коллеги, опять же, из Москвы, взяли наш проект закона и читали его очень внимательно. Но, как сейчас, опять же, сказали, временно его притормозили. Они хотели его принять этой весной, но временно притормозили, видимо, из-за событий в области… Ну, там не все так спокойно, конечно. Но проект закона они обсуждают. Я буду в мае, как раз вот, 16 мая буду в здании Попорисова Московской области. Думаю, там, по крайней мере, увижу людей, с кем можно поговорить. Вы поинтересуетесь, в общем-то? Мне будет интересно посмотреть, как они двигаются. Ну, то есть, вот, сегодня, вот, именно на уровне законов Перм принят закон. Там есть четкая цифра. Пермская область в процессе принятия. И Московская область, она тоже там в процессе принятия, но уже на уровне депутата. То есть, есть некие шансы, что мы можем стать вторыми или третьими в стране из 85 субъектов Федерации, где может быть принят такой закон об инициативном бюджетировании. Любопытно. Николай Плестейн – региональный представитель фонда «Наше будущее», консультант инициативного бюджетирования. Именно с ним мы беседуем и продолжим наш разговор через полминутки. Продолжаем нашу беседу. Николай, пару слов, чтобы понятно было нашим слушателям. Что за фонд «Наше будущее»? Фонд «Наше будущее» – это частный фонд, основан Владитом Олегом Первым, это глава компании «Лукойл». Это его личный проект, это его личные деньги. Он считает, что нужно поддерживать социальный бизнес и, собственно, именно для этого он этот фонд организовал и заниматься этим системно, обоснованно, правильно. – Опять же, прошу пояснить, чтобы было максимально понятно, социальный бизнес, социальное предпринимательство, что под этим подразумевается? Сейчас мы будем переходить уже к конкретному мероприятию. Когда мы говорим про бизнес, первая идея – да, мы работаем ради прибыли. Когда мы говорим про какую-то социальную сферу, мы говорим, что мы решаем проблему. Не важно. Это дети, это молодежь, это пенсионеры. – И речь о зарабатывании не идет уже. Но есть много вещей, где можно решать проблему и зарабатывать деньги. Наверное, самые простые вещи – это как раз дети, это частные детские сады, студии развития и весь этот бизнес. – Когда в официальных, собственно, не хватает мест, в муниципальных, государственных учреждениях, и тут бизнес берет на себя… – Да, то есть мы понимаем, что это главное решение проблемы. Что-то нужно делать с детьми. Их девать некуда. Мамы должны работать, папы должны работать. И просто ребенок там уже 3-4 года, но не может сидеть дома вечно. Куда-куда девать? Поэтому тут появляются люди, которые делают из решения проблемы, может быть, небольшой бизнес. Обычно это все-таки бизнес на уровне окупаемости по опыту. Другая сторона, с которой некоторые люди имеют отношение, и кто в нее попадает, они меня поймут очень хорошо, это уже люди старые, больные, для которых нужен постоянный уход. – И у которых зачастую нет близких людей, которые могли бы помогать. – И здесь начинается проблема, что делать. Дома одного человека не оставишь, неважно, или Альцгеймер, или, не дай бог, деменция, и другие проблемы. Появляется частный пансионат. Это не дешево. Ну, конечно, это может стоить, по примеру, Питера и Москвы это может стоить порядка тысяч 50-60. По примеру, Костромы это стоит порядка тысячи 35-40. Ну, как говорят, то есть они получают пенсию, пенсионеры переводят свою пенсию, остальное добавляют детей. Но это дешевле часто и проще для семьи, и это не формат того, что я бежал на работу и не знаю, как он там. Всегда кто-то присмотрит за человеком. И вот такой бизнес – это больше решение проблемы, чем деньги. Вот в этой нише и работают социальные предприниматели, то есть они решают проблему, при этом получая небольшие деньги. Насколько это сейчас распространено в стране и, в частности, в нашем городе? Ну, скажем, это получает свое развитие. Не так давно появились поправки в закон о социальном обслуживании населения, о том, что часть таких услуг можно передавать на аутсорс и из бюджета, на НКО. Это, по-моему, с начала прошлого года, с 2017 года Путин, собственно, подписывался. Да. То есть, поэтому, собственно, вот этот закон стал одним из элементов развития этой сферы. Хотя есть много разных вещей, и есть много проектов по спорту, когда люди находят залы и ведут секции условно-бесплатно, на минимальном уровне, потому что они понимают, что у них тоже есть свои дети, надо заниматься. Для определенных категорий граждан, да? Опять же. Да. То есть мы решаем вопросов. Это либо детский спорт, уже там, дошкольного, или там какие-то группы еще. Наверное, в Кирове из самого известного, хотя они так себя не позиционируют, что это центр практикум. По сути, это то же самое. Те суммы, которые там-там занимаются, и за поход в кино, и за там, за все остальное, ну, это, дай бог, покрывает прямой расход. Покрывает. Это бизнес. Но это не так, чтобы мы ему сняли, получили миллиарды, и будем жить на это в Лондоне. В Лондоне на это деньги не уехать. Интересное, конечно, такое явление, да? Вот где вот это сочетание-то? Где этот баланс находится? Быть полезным обществу, и одновременно еще и какую-то предпринимательскую все-таки себе жилку-то сохранять? Именно в этом и есть, собственно, сама проблема. И фонд пытается помогать тем, кто ищет себя в этой нише. Фонд дает какие-то инструменты, методики, направляет. У него много работы, начиная просто от информирования о том, что есть в этой нише, и где этим можно позаниматься. Исключая, как самое большое, если нужны деньги для какой-то проекта, могут выделить грант беспроцентный на 5-7 лет. Пожалуйста, заминайте. Да. Но это бизнес. Бизнес-фонд сделать помогут. Помогут бизнес организовать. Деньги нужно будет вернуть, но это грант беспроцентный. И вот уже второй год, если вы ездите на машине, я так понимаю, что вы тоже стал автомобилистом, то, наверное, в Кирове на направках компании «Лукойл» вы видели стенды, там написано «Больше, чем покупка». Да, да. Это тоже проект вот этого фонда, когда там стоят товары, которые сделаны социальными предпринимателями. Вот вхождение в эти сети, а сегодня по России это порядка точек 570, если не ошибаюсь, вот таких точек по ОЗС, это бесплатно для производителей. Если у вас есть товар, который можно регулярно поставлять в сеть, его гарантированно будут брать вот тут. На реализацию. Да. И это уже бизнес. Собственно, когда я вернусь в первый раз, именно об этом мы будем говорить 16 мая в Москве. Могу сразу пригласить всех, кто считает себя социальным предпринимателем. Можно отправить на этот слёт заявку. Участие бесплатное. Ещё пока есть возможность получить, условно, денег на проезд туда-обратно. Заявиться. Да. То есть ещё можно успеть. То есть приобрести билеты их оплатят. Да. Их оплатят. Потому что мы понимаем, что нужно помогать. И, собственно, там будет главная тема вот этого слёта. Как товаропроизводителям попасть в торговые сети, научиться делать хорошо, упаковку, продвижение и, главное, собственно, попасть в сеть. А, Николай, какими качествами должен обладать вот этот самый социальный предприниматель, такими основами? Что должно быть внутри? Что должно двигать, на Ваш взгляд? Что двигать? Заработать нельзя. Нет. Можно заработать. Но просто ты понимаешь, что главное, у тебя нет незарабатывания. И когда я вижу этих людей, когда я с ними начинаю разговаривать, у них главное, говорят, ну мы же сделали вот это. Мы построили там условное кафе, где приходят на уроки внуки, мамы, бабушки. И они все вместе готовят еду. То есть это такой бизнес. То есть вот я посмотрел на нашел проект, когда смотришь на автора этой идеи и на то, как они это делают, понимаешь, что я бы с ним не пошел сам. Даже просто там помощником побыть в этой атмосфере. Да, это бизнес-проект. Деньги есть. Главное, что она получает, ну и она, и те люди, кто приходят к ней на эти занятия, семья по-другому себя начинает осознавать. Появляется именно вот та семейная кухонная атмосфера, но она живая и активная. Они сделали вместе продукт. Фонд, который вы представляете, это единственный источник сейчас, в настоящее время в нашем государстве, именно расход социального предприятия. В России он был первым. Да, в России он был первым, кто... Но другие это тоже есть. Ну да, сейчас... Другие фонды они просто дают в том числе и на это. У этого фонда все-таки вот эта главная миссия, и он занимается... Профильное направление. Да, только этим. Говорит о том, что фонд главный, единственный. Но сегодня он ведущий, если вы это можете сказать. Он занимается исследованиями. В прошлом... Пару лет назад этот фонд изучал опыты в Южной Корее, который сегодня, наверное, в мире лидер по социальному предпринимательству. Они перевели документы, книги, какие-то исследования и методики. И вот на базе этого, это все было передано, используя силы и ресурсы самого фонда. И его основателям было передано в Министерство по экономике, в Министерство по социальному развитию России. Это было изучено. И многие вещи уже так или иначе попадают потом в законы, в документы, в нормативную базу. Уже как нечто правильное, как некий ориентир. Даже эта работа, она стоила того, чтобы ее было проделать. А государство, простите, какое внимание уделяет этому направлению? Ну вот кроме того, что мы сказали, что поправки у нас были включены, что некая доля должна, частым некоммерческим организациям должна быть передана. Еще что-то? Это сложный вопрос. Сложный вопрос. Потому что... Я тоже не могу так вот сразу... Или государство еще не созрело наше для этого как-то, возможно? Вот видите, если говорить про государство как там... Или оно вообще не нужно вообще? Вот если говорить... Вот в этой сфере оно нужнее всего. Потому что, что касается жизни и здоровья, это самые сложные вещи. Поэтому мы не можем там... Ну смотрите, вернемся к примеру, пансионата для пожилых. Угу. Можно сделать его в самом простом формате. Это формат а-ля отель, хостел. Угу. Не нужно ничего. Ни лицензии там, на питание, ни на что. Мы просто делаем не некое место для проживания. И все, что нам нужно, ну по закону там, получить данные от СЭС. О том, что у нас там помещение нормальное, куда придут пожарники. Может быть, если у них не будет там, малый бизнес, запрет приходить нельзя. Ну, все равно придут, скорее всего. И, возможно, нам надо было решить проблему по поздновке на учет. Все равно у нас есть. У нас есть учет по поселению. Люди приехали больше, чем 3 дня, но нужно сообщить об этом в полицию. То есть регистрация? Да, регистрация, да, учета. Все. Если же мы хотим сделать нечто большее, и у нас появляется медсестра, то тогда у нас точно появляется лицензия на оказание медсестра. И это уже совершенно другой формат. Но мы просто понимаем, что одной медсестрой нам не обойтись. Нам нужен врач. Врач нужен порядка, там, человек, например, на 50-60. Один. То есть если медсестра там работает на 30-40 человек, то врач уже на 50-60 человек. А это уже полностью лицензия, это совершенно другой формат. Это отдельное помещение под прием больных, под карантин, под подхранение лекарств и прочее, 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 прочее. Это уже, это жизнь здоровья. И если мы понимаем, что мы попадаем в режим больницы, это пищеблок. Совершенно новое требование. А они отличаются принципиально. То есть там нужны помещения, и квалификация людей, и тоже прохождение всех. Поэтому здесь роль нужна у государства, и она сегодня есть. Поэтому придумать что-то новое, наверное, нет смысла. Когда оно необходимо, да, оно появляется. Но на сегодня государство тоже пока плохо понимает, где здесь, условно, выгода и прибыль. А государство тоже этими категориями мыслит? Конечно. Ему тоже выгоду от этого получит? Ну, потому что, ну, во-первых, прибыль – это налоги. С другой стороны, кто даже должен, если есть проблемы, то кто даже должен их решить. Угу. Поэтому есть формат, люди делают некую деятельность, наверное, полезную, и скорее всего полезную. И ты их там немного, много у них не попросишь, но их можно попросить решить эту проблему, решать глубже, интереснее и сильнее, показывать, как вместе с ними эту проблему решать. Вот сегодня, наверное, в этом формате роль больше у государства. Николай Плеснин, региональный представитель фонда «Наше будущее», консультант инициативного бюджетирования. Подоспело время небольшого рекламного блока. Скоро вернемся. Беседуем и напомню с Николаем Плесниным, региональным представителем фонда «Наше будущее», консультантом инициативного бюджетирования. Сейчас немножко по времени откатимся назад, в середину апреля. Но это не теряет актуальность. Безусловно, в Костроме прошел первый слет социальных предпринимателей с названием «Региональная идентичность. Поиск развития успеха». Держу сейчас брошюрку, соответствующую себя в руках. Николай, собственно, я презентовал. Как развивать территорию? Вы выступали как раз таким кейсом на данном мероприятии. Давайте поговорим по итогам прошедшего. Собственно, я рассказал про инициативное бюджетирование. Там у них стоял вопрос, в чем может быть выгода для бизнеса, в таких проектах. Просто я приведу реальные живые примеры, когда можно, используя бизнес-подход и объединение, чтобы бизнес тоже будет разным. Либо бизнес просто дает денег, или же бизнес участвует в проектах от и до, допустим, в Костроме, в Перми, в других регионах, есть возможность делать проекты не просто про преимущество, а вообще про деятельность. Ну вот у вас есть еще минуты для того, чтобы конкретно эти примеры привести? Давайте расскажу. Просто на примере по Костроме. У них можно провести какой-то... А почему, простите, именно в Костроме состоялся этот слет? Ну, потому что такие слеты проходят... Ну, это был первый в Костроме и в том регионе. А, первый в Костроме? Да. Но не первый в стране. Нет, в стране уже было порядка 10 таких слетов в родных местах. В Костроме и Иваново-Ярославле, благо я там все рядышком, пошел такой слет. Первый слет... Ну, было где-то в Костроме 250, пришел губернатор, глава Думы. Да-да-да. Это было... В общем, выступление губернатора... Приветственное. Слава губернатора. Было таким чувственным. Просто вот я давно не слышал таких чиновников, которые говорят от души, без бумажки. Ну, как потом сказали люди, он оставил текст, который ему был написан, он оставил его на стуле и так отчитал, чтобы просто было видно, что вот он этим горит. Он это чувствовал, то есть да, он ведет про то же самое. Те же дети, пенсионеры. И эту проблему нужно решать. Сил нет у государства. Молодой или пожилой? Пожилой. Да. То есть он понимает, видимо, уже... Ну, может даже и через себя эти... Ну, и все равно у них регион, скажем я, чуть-чуть беднее, чем Кировская область. Ну, это да. Если кто ездил на машине от Кирова до Санкт-Петербурга, то представляет, что до границы Кировской области хорошая дорога. А Мантурова-Буй это уже дорога, где... Когда к нам приехали друзья, когда я еще занимался организацией мото-пробегов на скутерах, мы ездили в Латвию, потом ездили до Иконура, и вот в ответ поехали коллеги к нам из Латвии. Я десять лет назад там был первый и последний раз. Да. Вот мы приехали как коллеги, они приехали на Запорожцах, это был, по-моему, 2012 год. Мы их встречали в городе Калькотеринчо, они говорят, мы не поняли, а вот там нет асфальта, это почему? Ну, его сняли, чтобы лучше ехать. В смысле? Ну, знаете, асфальт сняли, чтобы лучше ехать. Для них, они были уже 20 лет после СССР, они этого не понимают, как это снять асфальт, чтобы лучше ехать. Вот, поэтому это Кострома. И сегодня там ситуация с бюджетом, она не самая хорошая. И вернемся к проектам, то есть к бизнесу. Есть там, в каком-то село, где есть желание провести там, летом праздник большой, не важно, день села, еще спортивные, культурные мероприятия. Да, кто-то должен организовать этих денег, ну, условно, нет. Вот проекты инициативного бюджетирования, которые инициированы любым НКО или кем-то еще, какой-то группой, кто готов на себя взять эту работу. То есть они могут сделать в рамках инициативного бюджетирования все от заявки, надо зимой ее приготовить, подать, проработать бюджет, сделать из себя рабочую группу. Да, даже если потом будет электронный аукцион, это будет госзакупка, но, собственно, вы же эту идею прорабатывали. Вы можете ее выиграть. То есть мало того, что вы сейчас тоже силы и средства, то вы потом денег заработаете, и это будет хорошо и для вас самих. Поэтому бизнесом он может быть и таким тоже. Поэтому здесь формат премии в Кирове пока невозможно. Почему? По условиям конкурсов у нас в Кирове невозможно делать события и мероприятия. Да, да, да. У нас пока это невозможно. В других регионах... Вы рассказывали, когда на прошлой неделе приходили, да, по-моему, там даже деньги народные, на приезд какого-то коллектива музыкального. Ну да, просто как раз говорили мои коллеги, когда они приехали на Ямал, у них есть идея сделать общегородской праздник в день выпускника, что-то по образу, как делать Питер, Москва, там Алая Паруса. Вот они думают, можно ли это сделать? Это сделать можно. Такой городской праздник, но у них норный город сделать такую вещь реальную. Да, там будут склады и население, потому что это реально... Мама и папа вложатся. Тут думать не надо. Это выпускной. Один раз в жизни. Город вложатся, потому что, да. Это для них событие городского формата. Это можно делать не по школам, а не нечто глобальное. Это будет выгодно всем. Но такие проекты, они возможны. Так, и возвращаясь к Остроме, опять же, к этому селёту социальных предпринимателей. И вот, собственно, когда мы рассказывали об этом, о том, что можно в том числе, где эти проекты тоже есть и по Кировой, как оказалось, не есть по Костроме, в любой деревне есть клуб. Ну, почти в любой деревне есть клуб. Где ты действуешь? Очень часто, да, он уже такой полуживой. Если его отремонтировать, в углове поселения возникает вопрос, как платить, как топить, кто будет заниматься обслуживанием. Если в этом месте, например, есть активные люди, которые были бы готовы сделать какой-то центр развития, опять же, для детей, для пенсионеров, что-то ещё, будет брать небольшие деньги, но им этого хватит и на себя, и на покрытие рассудов по клубу. Собственно, вот мы получим модель социального бизнеса, при которой всем хорошо. Хорошо то, что появилось там одно-два рабочих места, это уже рабочее место, и нет проблем, куда пойти. Вечером или выходной день? Да, вечером. В праздничный день. То есть, есть занятость у людей, у главы поселения, нет проблемы с имуществом, он не заниматься его обслуживанием, он его отдал на обслуживание, и он, по крайней мере, за него не платит отопление и таблетничество. Всем хорошо. Вопрос ещё важный. Возменение сознания, людского. Все мы привыкли, но не все, но многие привыкли, что, ну да, ничего мы должны, ничего не должны, это нам должны. Кто-то нам всё должен дать, предоставить, и так далее, организовать. Такое есть, и чем богаче регион, тем это активнее. Да? Да. Потому что, ну, когда люди богаты, они могут купить. Или они знают, что это положено. Как говорит один мой друг, который живёт в городе Нью-Йорке, он просто, он русский журналист, и его отправляют в Нью-Йорк. Он говорит, Нью-Йорк – это город для бедных. Если ты бедный, едь в Нью-Йорк. Почти всё, что хочешь, едь бесплатно. Вот там, так или иначе, но можно получить бесплатное жильё, бесплатную еду, бесплатную одежду, можно всё. Но если ты хочешь делать бизнес, Нью-Йорк для тебя, ну, город тяжеловатый, поэтому лучше уехать в условное Чикаго, куда-то ещё. То есть, я тоже был удивлен, что город для бедных. Хотя всем привыкли считать, что Нью-Йорк – город контрастов. Да, вот, наверное, поэтому, да, город контрастов. Именно поэтому, и по Костроме так же. Город в меру старинный, небогатый, и у людей нет этого ощущения, что нам должны. Даже откирования нет этого ощущения. Это пропадает на уровне минутного общения. А почему вам должны? Ну, мы же платим налоги. А сколько вы оплатили налогов? Когда я спрашиваю такие вопросы на собраниях, честно, я не получил ни одного ответа, что там много, там, в тысячах рублей, все как-то сразу говорят, да. Хорошо, а у вас лес-то есть? Есть. А как вы живете? Ну, так лес есть. Там грибы, ягоды. Отлично. Из этого тысячу рублей вы можете сделать, вложить в дорогу к вашему дому? Что тысячу? Да, конечно. Мы думаем, скажите, пять. Хотя бывает и по пятнадцать. И люди готовы. Это карман. Личный карман. Личный интерес. Поэтому, собственно, вот этот бизнес-подход, когда мы соединяем бизнес-подход, да, личного интереса. Это будет мне. И решение проблемы. Ваш, Николай, прогноз, как активность все-таки будет развиваться именно это движение? От чего это зависит и будет? Ну, я имею в виду, конечно, наша область. Но сейчас во многом зависит это все от принятия закона, да? Ну, смотрите, нет. То есть если отделить инициативное бюджетирование от социального предпринимательства, и то, и другое будет развиваться. Не потому, что там я этого хочу. Это объективно. Оно будет развиваться. И я этого хочу тоже. И я над этим работаю. Но это будет рост, он будет постоянным. Темпы, собственно, интересные. Наличие закона позволит немножко по-другому строить планы именно на уровне, там, ну, деревни, условно. Мы не просто там делаем на один год. Мы знаем, что это надолго, и мы можем начать планировать. Более такая перспектива отдаленная уже, да? Более широкие признаки. Пример, который я привожу, наверное, вот. И этот пример тоже всех удивил в Костроме. Приезжаю я на одно собрание в деревню Зимник. Зимник? Да. Это Кельмирский район. Спрашиваю, что будем делать? Будем делать теннисный корт. Я говорю, что? Теннисный корт. Я говорю, а что, других проблем нет? Мы по вашим местным медицинам сделали дороги, сделали водопровод, сделали ремонт клуба, сделали лететь площадку. Сейчас хотим теннисный корт. Я говорю, подождите. Нет, зимой это вот каток. Еще раз. Вот такая площадка, асфальтированная. Зимой заливаем водой, это каток. Летом это теннисный корт. Убираем сетку, это просто место для их, для детей. Знаете, это граница Кировской области и Удмуртии. Это чуть-чуть не Киров. Люди за пять лет смогли изменить свое состояние. От решения проблемы у нас нет ничего. Мы хотим расти и делать теннисный корт. Вот это да. Вот это уже не ее. И после этого я понимаю, что вот я хочу ездить на такие собрания на бюджетирование. Я хочу говорить с такими людьми. Так сделали в итоге площадку? В прошлом году у них была проблема, к ним не вышел подрядчик. Но проект перенесли на этот год, поэтому я думаю, что они построили. А в этом году? Да. В прошлом году у них не получилось. Именно не вышел почему-то подрядчик. Проблема подрядная организация. Это проблема, которую цель увеличить не можем ни мы, ни муниципальное образование, ни даже область. Николай, спасибо большое. Прямо вдохновили. Я думаю, не только меня, но и наших слушателей. Ох! Вас прервил как-то я лично от таких примеров. Спасибо большое. Я Николай Полюснин, региональный представитель фонда «Наше будущее», консультант инициативного бюджетирования. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания.